На центральной улице поселка Новый сегодня непривычно многолюдно. Работает полиция, супермаркет обнесли с сигнальной лентой. Смотрю, что-то там все оцеплено. Ночью спокойную жизнь небольшого населенного пункта нарушила нападение на магазин. По словам очевидцев, примерно в 3 часа ночи в этот магазин на центральной 57А ворвались двое мужчин в камуфляже и масках. Взорвали банкомат, все деньги унесли. Предположительно, на выходе их ждал третий – водитель. В момент взрыва и ограбления сняли камеры видеонаблюдения. На счастье, магазин работает не круглосуточно и покупателей не было. Все взорвали, полмагазина нахрен взорвано. О нападении в УВД сообщила директор. Сейчас все сотрудники магазина хранят молчание. А что произошло у вас? Там кто-то взорвался. Теперь директор комментариев не дает даже по телефону. Татьяна Олеговна, добрый день. Это вас ТВ Родонежа беспокоит. Татьяна Олеговна, скажите, пожалуйста, а что произошло в магазине сегодня у вас ночью? Очевидцы говорят, сильный хлопок ночью слышали многие, но сейчас жители явно напуганы. Девушка, скажите, пожалуйста, а что произошло ночью? Он сами не в курсе. А что говорят? Опять мы остались без банкомата. Ни Сбербанка, ни банкомата у нас теперь. Опять ничего нет. Один был, да? Он говорит, поставит, потому что он был застрахован. Полиция уже опросила жителей ближайшего многоквартирного дома на Центральной 23. Сейчас работают с установленными на нем камерами. Приехали два вооруженных человека в масках и взорвали банкомат. После чего они скрылись. Лет 30 точно есть. Наверняка они в масках были, прям балаклавых. Ко мне даже в 8 утра приехали полицейские, спросили, знали я что-то. По всем квартирам проходились и собирали сведения, слышали кто-то. На месте до сих пор работает взрывотехник. Выясняется способ и характер взрыва. Идет работа с камерами наблюдения. Некоторые из них испорчены взрывом. Есть информация, что машина, на которой приехали грабители, могла быть угнана. Ведется расследование. Жанал Леонидович, Вячеслав Шумов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова